В эфире итоговая программа Вести Хакасия. События недели. В студии Татьяна Донцова. Здравствуйте. И в начале о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ничего не бояться. Это не люди, это дверь вообще. И такая же у нас полиция. Военные истории наших предков. Воспоминания о войне передаются из поколения в поколение. Дед Костя протягивал вот эти вот провода для связи, а другой мой дед Тимофей в это время скакал на лошади и подковой перебил провод. Вот. И тогда они очень сильно поссорились. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники здравоохранения. В республике это 12 с лишним тысяч человек. Вместе с поздравлениями, которые звучат уже в течение нескольких дней, медики активно обсуждают статью, которая вышла в газете Хакасия. Автор Виктор Зимин. В этом году председатель правительства не стал ограничиваться пожеланиями и благодарностями. Напечатанный текст можно расценивать как программу развития здравоохранения на ближайшие годы. Главные тезисы в материале Елены Крыловой. Обычно, когда в республике говорят о медицине, в первую очередь это цифры. Сколько денег потрачено на оборудование и на ремонт зданий. Здесь это тоже есть, но вопрос финансовый не главный. Цитата. Скажите, какая радость пациенту от того, что в поликлинике поставлена новая аппаратура, если там ему не оказали нужной помощи. Более того, обидели и нагрубили. Конец цитаты. Победить грубость врачей может только конкуренция. В такие условия больницы и поставят. Сейчас финансирование здравоохранения идет, причем обделенным не остается никто. И заманить одним только новым оборудованием пациентов все сложнее. Сегодня мы знаем много примеров, когда наши пациенты, мамы с детьми или взрослые люди, они стремятся попасть, ну допустим, в Черкашин и Наталья Юрьевна. Это ведущий кардиолог сегодня в республике Хакасия. Я считаю, она одна из лучших сегодня. Баев Владимирович сегодня в городской больнице. Один из лучших сегодня кардиологов в городе Абакане. Естественно, они конкурентоспособны. И другая категория врачей, тех же кардиологов, они стараются, они стремятся, если они не будут стремиться выходить на уровень знаний, умений и способностей работать с пациентами, конечно, больные к ним не пойдут. Цитата. «Сегодня все медики делятся на тех, кто остается верен данной когда-то клятвы Гиппократа, и тех, кто, работая в государственной медицине, считает, что имеет право вести себя с пациентами, как заблагорассудится, предупреждаю от последних, будем безоговорочно избавляться». Конец цитаты. Поддерживают ли в медицинской среде основные моменты, прописанные в статье, и как вообще сегодня живут медики Хакасии, мы решили узнать у министра здравоохранения республики Владимира Титова. В студии с ним пообщалась моя коллега Елена Крылова. Сегодня в нашей студии министр здравоохранения Хакасии Владимир Титов. Владимир Григорьевич, здравствуйте. Добрый день. В первую очередь я поздравляю вас с Днем медицинского работника. Спасибо большое за то, что вы всегда готовы к нам прийти на помощь. И некоторое время назад я слышала, что помимо того, что вы являетесь министром, вы еще и практикуете, так сказать, врачебную деятельность. Это сейчас остается? Да, остается, но в значительно меньшем объеме, чем было раньше, когда я пришел в организацию здравоохранения, потому что времени не остается. То есть сейчас свой тот опыт, который накопил, передам своим коллегам. И думаю, в любом случае, рано или поздно, думаю, придется скальпель уже положить на полку. Вы хирург, да? Да. Получается, что вы эту ситуацию видите не просто как чиновника, а и как врач, и на протяжении таких долгих лет. Скажите, вот изменения именно сейчас, даже критики признают, что здравоохранение у нас в Хакасии поднимается на более высокий уровень. Как вы оцениваете это и как врач, и как руководитель ведомства? Ну, хочу сказать, что самое позитивное, что произошло в обществе, не только в Республике Хакасии, в Российской Федерации, то, что на систему здравоохранения обратили достойное внимание нашей власти, пришли большие денежные средства, которые, в общем-то, скажем, уже на сегодняшний день повлияли на ситуацию в плане улучшения материально-технической базы нашего здравоохранения. Но проблемы одними деньгами не решить, поэтому деньги – это хорошо, но вся остальная работа, которая должна проводиться с кадрами, с воспитанием молодого поколения, в общем-то, она должна проводиться и должна принести свои результаты. Как вы считаете, вот это новое оборудование, новые лечебные корпуса, они позволяют самому медику чувствовать себя, ну, как-то увереннее, и это на качестве работы сказывается? Ну, конечно. Когда человек на сегодняшний день, медицинский работник, находится в хороших условиях, в современном кабинете, работает на самом современном оборудовании, которое на сегодняшний день есть в мире, а у нас действительно в Хакасии так оно есть. Более 1200 единиц оборудования было закуплено в рамках модернизации здравоохранения Республики Хакасии, которые именно позволили нам улучшить фондовооруженность наших учреждений. Хочу сказать, проблемы, конечно, остаются в отдаленных районах, в муниципальных районах сельского здравоохранения, но и тем не менее на сегодняшний день есть молодые талантливые врачи, которые хотят работать на современном оборудовании эндоскопическом для диагностики, на аппаратах УЗИ современных, оперировать именно эндоскопическими малоинвазивными методиками, и такие уже прецеденты есть в Аскийском районе, мы имеем таких врачей, у нас в Арджоникидзовском районе, врачи уже проучены, в Ширинском районе, мы будем улучшать материально-техническую базу, обучать людей. Я хочу сказать, чтобы человек, особенно медицинский работник, именно врач, закрепился в сельской местности, он не должен себя чувствовать врачом второго сорта, он должен владеть самыми современными технологиями и работать на самом современном инструментарии, и лечить, соответственно, самыми такими препаратами современными. Для этого на сегодняшний день создаются все условия, и главное, чтобы еще инициатива исходила от самих медицинских работников. То есть, я понимаю, границы вот эти нужно стереть, чтобы разницы не было сельской, врач-городской, чтобы и права у них были одинаковые, и базы одинаковые? Ну, в принципе, да, но не совсем так, потому что на сегодняшний день в системе здравоохранения идет реформирование, и, значит, внедряются федеральные стандарты, и идет определенная маршрутизация наших пациентов с правилами, порядками оказания медицинской помощи. На каждой территории написан тот протокол, который должен выполнить медицинский работник, и то материально-техническое состояние лечебного учреждения позволяет выполнить объем помощи. Если нет, через определенный промежуток времени он должен перейти на следующий этап и на следующий этап. Это трехуровневая система здравоохранения. На этой неделе в газете «Хакасия» вышла вот такая статья, она посвящена полностью здравоохранению, но здесь написано от главы региона, какой система здравоохранения должна быть в будущем. И здесь большое внимание уделено именно, так сказать, поведению медицинского персонала. То есть нам всем известно, что в советское время, может быть, сложилась такая система, что иногда с пренебрежением сталкиваются в больницах пациенты, но здесь пациент ставится во главу, так сказать, как клиент в магазине, как клиент всегда прав, так же пациент всегда прав. Насколько вы можете оценить, готов ли наш персонал изменить свой подход к пациентам? Ну, вы абсолютно правильно сказали, у нас изменилось федеральное законодательство. В 323-м федеральном законе как раз вот права пациента, они в приоритете на сегодняшний день. И сама система здравоохранения рассматривается через эту призму. Хочу сказать, что несмотря на то, что в систему здравоохранения пришло большое количество денежных средств, улучшилась материальная и техническая база, конечно, проблема остается, это прежде всего кадры. На сегодняшний день это медицинская этика, дентология. Это, наверное, на сегодняшний день самое главное. И то, что хотят видеть наши люди, наше население, республика Касси, это, конечно, внимательное отношение именно медицинского персонала на любом уровне именно к человеку. Должно быть сострадание и милосердие. Я хочу сразу сказать, что, конечно, система здравоохранения, это не та система, где люди зарабатывают деньги. Там нужно служить людям, пациентам, нужно любить их однозначно. И на сегодняшний день, и мы в республике Касси планируем в июле месяце провести именно пленарное большое совещание вместе с кустовыми, которое будет посвящено только медицинской этике, дентологии, нравственности, умению вести, значит, беседу, слушать больных людей, чтобы медицинские работники могли общаться между собой правильно, да, чтобы врач мог, соответственно, общаться с медицинской сестрой, санитарочкой, соответственно, по этапам медсестра, санитарка, которые общаются непосредственно большую часть времени с пациентами, могли себя правильно вести, человека выслушать. Соответственно, я думаю, что нам поднимать нравственность нужно не только в нашем медицинском сообществе, но и вообще в нашем обществе на сегодняшний день, потому что, если говорить уж более широко, то нет терпимости у нас на сегодняшний день, да. Соответственно, общественность вся по поводу и без повода. И правильно, она, в принципе, критикует нас, медиков, потому что она действительно хочет видеть именно медицину современную, медицину совершенную на сегодняшний день. И те этапы воспитания врачей, которые были до нас в то социалистическое время, наставничество было постоянно, присяга была советского врача, исходит к клятвам Гиппократа, к философским понятиям Аристотеля, вообще о нравственности. Это проблема такая очень серьезная, она вообще на сегодняшний день у нас в обществе, ее нужно будет поднимать. Люди должны уважительно относиться друг к другу, неважно, ты медицинский работник, больной ты или нет. В плане решения кадровых вопросов помогает наше местное отделение, вот теперь медицинский институт в Бакане? Я хочу сказать, конечно, у нас в этом году состоится второй выпуск наших выпускников, в прошлом году был первый выпуск, и хочу сказать, около 70 человек, которые вольются в систему здравоохранения республики, это большое подспорье. И хочу сказать, что несмотря, что у нас лечебный факультет медицинский существует сравнительно недавно, но качество подготовки медицинских именно кадров на сегодняшний день хорошее, и наши выпускники уже неоднократно завоевывали призовые места на различных медицинских олимпиадах в СФО, потому что практически в ручном управлении то небольшое количество студентов удается, в общем-то, обучить, и, в общем-то, из рук в руки практически переходит ремесло. Это дорогого стоит. Владимир Григорьевич, закончилось, к сожалению, наше время. Спасибо вам большое за то, что вы ответили на все вопросы. А я напоминаю, что сегодня в нашей студии был министр здравоохранения Хакасии Владимир Титов. Обвинение в халатности выдвигает жительница Копьева к сотрудникам районной полиции. Женщина возмущена тем, как люди в погонах искали ее убитого мужа. И более того, сейчас молодая мать боится не только за свою жизнь, но и за жизнь ребенка. Эта история взбудоражила все село. Почему? Журналистское расследование провела Юлия Константинова. Почти каждый день Наталья Масиевская приходит на могилу мужа. В этот раз с его дочкой и мамой, которая специально приехала в Копьево на 40 дней. Эту страшную дату близкие Николая Левина будут отмечать 18 июня. Вместо дня рождения, который 23-летний парень справить не успел. Трагедия произошла 9 мая. Супруги поссорились, глава семьи ушел из дома. Наталья думала, пьет у друзей, особенно не волновалась. О том, что Николая больше нет, первой узнала родственница Оксана. Ее сожитель рассказал, как гуляли, как убивали, куда, цитирую, выкинули тело. Я два дня ходила, я знала об этом. Я просто не знала, что мне делать. Как сказать Наталье, как сказать Колиной сестре. Брат рассказал все, и брат уже приехал сюда, и пришла ко мне Наташа, и я попросила, чтобы она написала заявление о пропаже, потому что все-таки надеялись, что, может быть, это был пьяный бред. За помощью близкие Николая кинулись в полицию. Не тут-то было. Сначала рассказывают, у них не хотели принимать заявление, потом искать труп. Я попросила, я говорю, пожалуйста, езжайте на карьеры, так как мы уже знаем, где находится труп. Шушиначев мне ответил, у нас в полицию сказал. Мы только что там были, мы были там с водолазами, искали его, ничего мы не нашли. Если бы не настойчивость Виталия, возможно, до сих пор тело бы лежало здесь, на Копьевских карьерах. Я настоял на том, чтобы ехать опять сюда. А вот мы с дядькой, нахрен Сушиначевым, приехали сюда и начали искать. Обошли здесь все, там все водоемы обошли, до сюда дошли и нашли здесь. Ноги только в воде к дну лежали, а так наверху. Да, если его искали бы, его вся грязно нашли бы. Его, наверное, просто так с краю там посмотрели, нету, нету. Ладно, как здорово, наврали, да и все. Сообщили родственники убитого защитникам правопорядка и место, где находятся преступники. В каком доме они сейчас, в данный момент, бьют? Кое-как. На водку дали. Они поехали, только тогда их забрали. И то, через минут 15-20, вот этих опять же отпустили. Мы стоим в прокуратуре, я вижу, что идет в окно этот Денис Захаров. И страшно выйти на улицу, потому что мало ли он что может сделать. Он нам еще и угрожал потом. Говорит, если ты не хочешь так же плавать, как Коля, там же на карьерах, на этих, то лучше успокойтесь и не дергайтесь, чтобы ничего такого вообще, чтобы не было никаких там. Ничего не бояться. Это не люди, это звери вообще. И такая же у нас полиция. Вопросов к действиям ее сотрудников накопилось немало. К примеру, почему так выглядит, согласно заключению судметаэкспертизы, убитый в результате утопления. Я говорю, мы будем жаловаться в Абакан. Мне был дан ответ. Хоть в Москву жаловайтесь, нам все равно. Понимаете? Ну как можно верить милиции? Идет следствие. Почему-то вдруг сменили этого следователя. Ни с того, ни с сего. Нам ничего вообще не говорят. Для близких Николая Левина неизвестность самая страшная. Возможно, именно этот страх за жизнь, за трехлетнюю малышку Наденьку, да еще безразличие, с которым отнеслись слуги правопорядка конкретной человеческой трагедии, заставил заявить. Возмущает халатность милиции, что милиция вообще ничего не делает. Вообще. К сожалению, сотрудники отделения полиции по Рженкидзевскому району наотрез отказались прокомментировать претензии родственников погибшего. Главные аргументы только руководство, причем не местное, а высшее имеет право давать интервью. Зато в приватной беседе рассказали, семья пьющая, убитый далеко не ангел, не раз привлекался, перебивался случайными заработками, картина, маслом. Правда, это никак не объясняет равнодушного к его судьбе отношения, которое, боятся родственники, может отразиться на ходе следствия. Впрочем, в следственном комитете заверили, нет, не отразится. По уголовному делу проходят двое очевидцев и двое обвиняемых, которые содержатся в Абаканском СИЗО. По КПО всегда ходит очень много слухов, и это всегда остаются слухи. В любом случае, за убийство у нас дают реальные сроки лишения свободы, и эти граждане у нас ранее судимые, поэтому очевидно, что им будет также дано по санкции, то есть они в настоящее время являются обвиняемыми по статье 105-я часть 2, то есть убийство совершенной группы лиц. А санкции за данной статью предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет. Если состав преступления будет прослеживаться и в действиях сегодняшних очевидцев, их переквалифицируют в обвиняемые к концу следствия, результаты которого станут известны, вероятно, в середине июля. Жаль узнать об этом родственникам погибшего удалось лишь после вмешательства съемочной группы. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 хакасия событий недели. Эта неделя была короткой. В среду жители страны получили дополнительный выходной. Однако цель этого дня – не отдых, а патриотическое воспитание населения, особенно подрастающего поколения. По праздничному Абакану прошлась наша съемочная группа. Официально старт празднику в Абакане был дан в 10 часов, однако к этому времени проснулись немногие. В числе жаворонков – любители здорового образа жизни. Спортсмены собрались в парке культуры и отдыха, чтобы принять участие в легкоатлетическом забеге. На старте и опытные атлеты, и малыши. Для каждой группы своя дистанция – от 2 до 3,5 километров. Главная задача – дойти до финиша. Между тем, Влад Хамедулин все же решил проверить себя на скорость. Потому что, когда помедленнее начинаешь бежать, противник уже быстрее, вряд ли получится догнать его. Поэтому я решил сразу стартамнуть. Радость. Все-таки первый, не второй. Трехлетний Миша с папой финишируют одним из последних. Однако для малыша это хороший результат. Юный бегун преодолел всю дистанцию. Сказывается опыт тренировок. Скажи, как бежал с папой? Хорошо. Хорошо? Тяжело было бежать? Да. Устал? Ага. Ну, мы когда начинали, значит, по много раз переходили на шаг. Теперь он, ну, бежит. Может бежать, я же чувствую, как родитель. Через час легкоатлетов на старте сменяют велосипедисты. Малышей ждет 200 метров, а тем, кто постарше, нужно крутить педали метров 600. Победа ждет самого быстрого спортсмена. На площадке перед спорткомплексом тоже на скорость соревнуются семейные команды. Налетевшая неожиданно туча и дождь не помеха. И вот вновь на небе солнца горожане спешат на Первомайскую площадь. Встречают всех артистов филармонии и Центра культуры народного творчества имени Кадышева. Музыка, праздничное настроение. У малышей свое веселье. На игровых площадках, а не здесь же перед зданием правительства. Попрыгал на батутах, самое время отдохнуть. Можно поесть мороженого, а можно поучаствовать в литературной викторине. Ответишь на пять вопросов, получишь подарок. Взрослые тоже не остались в стороне. Для них выставка книг, журналов, посвященных истории государства, а также конкурсы. Вопросы, например, такого типа, кто был первым президентом России, на какой срок избирается президент. И даже на довольно сложные вопросы, например, какие атрибуты президентской власти есть у нас в стране. На вопросы многие отвечают уверенно, но вот об истории национальных символов и самого праздника знают далеко не все. Напомним, официально День России появился в календаре ДАТ в 93-м прошлого столетия. Изначально именовался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России. Позже сам народ дал более простое имя – День независимости. В начале 2000-х было принято решение считать Красный день календаря просто Днем России. Но каким бы ни было название праздника, главным остается одно – гордость за свою страну. Я думаю, что праздник нужен. Это лишний повод встретиться, лишний повод поддержать друг друга и убедиться в том, что Россия – великая страна, великая держава. И мы счастливы, что мы в ней живем. Замечательный праздник, объединение чувствуешь, чувство радости. И, конечно, нужен. Я думаю, что лишний раз люди должны не то что вспомнить, а прочувствовать, в какой они большой, великой, могучей на самом деле стране живут. От главных событий уходящей недели не остались в стороне депутаты Верховного Совета Хакасии. Подробнее о работе народных избранников в нашей рубрике «Парламентский дневник». Бесплатная юридическая помощь должна быть доступнее. Для этого Республиканский парламент расширяет список организаций, имеющих право на ее оказание. Сегодня бесплатно помогать в разрешении спорных вопросов имеют право только юристы. Новым законопроектом парламентарии планируют добавить в этот список нотариусов и уполномоченных по правам человека и ребенка. В действующей редакции только органы государственной власти имеют право создать казенные учреждения, которые имеют право оказывать эту бесплатную юридическую помощь. Это, безусловно, все, без исключения муниципальные образования в Республике Хакасия. То есть, если они посчитают необходимым, то, соответственно, они будут создавать такие учреждения, которые будут оказывать эти юридические услуги. Может быть, в рамках того же самого муниципального учреждения, где оказывают муниципальные услуги одного окна. Может быть, в рамках этого будет создано. Мы будем смотреть, как будет работать механизм. Но я думаю, что сначала такие полномочия нужно им просто дать. Напомним, в федеральном законе определены 8 категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Еще столько же уже добавлено действующим региональным законам. Это многодетные и неполные семьи, инвалиды третьей группы и лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях и техногенных катастрофах. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, представители коренных малочисленных народов, а также лица, проживающие в местах традиционного проживания малочисленных народов. Поправки закон будут рассмотрены на очередной сессии парламента Хакасии 26 июня. На эту неделю выпало две праздничные даты. 12 июня страна отметила День России. В Хакасии самые масштабные мероприятия прошли в Абакане. День России, как правило, отмечают спортивно. Не стал исключением и этот год. В Абакане работало сразу несколько площадок. В городской зоне отдыха, в Черногорском парке, у Дворца молодежи. А центром празднования стала главная площадь республики – Первомайская. Здесь, помимо концертов, прошли викторины на знание истории России и государственного строя. Ведь главная идея праздника – патриотическая. Это как день рождения у государства. В этот период мы оцениваем то, что удалось уже сделать, в каком состоянии мы находимся и что необходимо сделать в ближайшее будущее. Праздник под названием День России нам известен с 2000 года. Однако в официальном календаре эта дата зафиксирована еще в 92-м, как День государственного суверенитета России. Название празднику дал документ, который был подписан двумя годами ранее на съезде народных депутатов РСФСР. Фактически тогда этим решением были остановлены наиболее горячие, скажем так, демократы того периода, которые в ходе разрушения Советского Союза пытались продолжить это деление и разделить нашу страну, Россию, на часть территории. Это была Дальневосточная, так сказать, республика, Уральская республика, каких только тогда проектов не было. Поэтому вот самим принятием решения этой декларации был остановлен процесс развала страны и было определено, что Россия в ее вот этих сегодняшних границах – это независимое, самостоятельное, суверенное государство. В третье воскресенье июня профессиональный праздник отмечают медицинские работники. В этой отрасли в республике трудятся более 12 тысяч человек, половина из них – врачи и средний медперсонал. Официальная часть праздника прошла в драматическом театре Абакана. На ней медики подвели некоторые итоги своей работы. Позитивные изменения в медицинской отрасли Хакасии очевидны даже самым ярым критикам здравоохранения. Стали поступать значительные средства на реконструкцию зданий и приобретение современного оборудования. У медиков выросли зарплаты. Постепенно решаются и кадровые вопросы. Мы знаем и понимаем, что не так просто сегодня дается то, чтобы медицина была на определенном или на достаточно высоком уровне. Мы благодарим сегодня и стараемся принимать такие законы, которые позволили бы вам социально быть защищенными. Чтобы позволили вам быть сегодня среди всех граждан Российской Федерации на очень высоком уровне. Такими темами и событиями отметилась парламентская неделя в Хакасии. Напомним, парламентский дневник вы можете смотреть на официальном сайте Верховного Совета, а также в Твиттере и в Одноклассниках. Эти адреса сейчас на экране. У меня на этом все. Берегите себя. Это была программа Вести Хакасия. События недели. В следующее воскресенье здесь же в то же время мы вновь подведем итоги за очередную семидневку. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok